Друзья, снова всем привет! В этом видео мы хотели бы вам показать, как приготовить рубленые котлеты из куриного филе. Нам понадобятся вот такие ингредиенты. Пару головок лука, одно куриное яйцо, 3 столовые ложки крахмала, соль, перец, специи по вкусу. На количество примерно 700 грамм куриного филе. Берем филе и сейчас его будем мелко нарезать. Для этого изначально можно вот так вот его разрезать на две половинки. И теперь нарезаем филе полосками. А после уже нарезаем кубиками. Теперь нарезаем лук мелкими кубиками. Вбиваем одно яйцо, посолим и поперчим. По вашему желанию вы еще можете добавить зелень, петрушку, лучок, укроп. Все перемешаем. Теперь добавим 3 столовые ложки крахмала. И еще раз все тщательно перемешаем. Наливаем масло или жир в сковородку. Разогреваем. Теперь берем столовую ложку. Вот таким образом формируем будущую котлетку. И выкладываем на сковородочку. Накрываем сковородку крышкой, обжариваем до золотистого цвета. Прошло буквально пару минут. Открываем крышку и переворачиваем котлеты на другую сторону. Опять накроем крышкой и дожариваем в следующую сторону. Первая партия котлеток пожарилась. Давайте попробуем котлету. Сейчас я ее вот так вот на две половинки разделю. Смотрим. Все отлично приготовилось. Поснимать чуть ближе, если получится. Все отлично приготовилось. Поэтому пробуйте. Давай сейчас попробую. Очень вкусно. Класс, ребята. Пробуйте в общем готовке. Классный рецепт. Необычный получается котлеток. Поэтому зайдут на все 100%. Мы еще постараемся приготовить этот же вариант котлет в мультиварке. Поэтому этот рецепт ожидайте на нашем YouTube-канале. На этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока. Ребята, ну, значит, первая партиечка котлета готова. Давайте посмотрим на них. Так. Красота просто обалденная. Давайте переместимся сейчас в рабочую зону. Итак, смотрим, как это все легко делается. Берем ложку. Так вот ложечка сформировали. Да, можно форму получше делать. Позаморачиваться, чтобы они были, ай, как стреляют. Чтобы они были поовальнее, либо покруглее, как вам там. Ну, мы вот таким образом жарим. Вот. Насколько? У нас примерно 600 грамм, 600-700 грамм грудки. Ну, на две партии, да? Почти. Чуть больше будет, да? Да. Короче, тут у нас получается 5 котлет. Здесь 5 выйдет котлет. 10 будет. Ну, котлет 15 будет где-то, ребят. Может, 13. Вот так вот. Хочется, конечно, да? Взять полкило грудки и сделать 150 котлет. Было бы вообще замечательно. Экономия средств. Но, увы, и ах, так не получается. Сделать цены растут, как на дрожжах. Каждый месяц что-то меняется. То коммуналка увеличивается, то цены на продукты увеличиваются, то хлеб дорожает. Короче, все делается так, ребята, чтобы мы поменьше с вами питались более-менее нормальной едой. Скоро, наверное, пооткрывают больше точек фастфудов, чтобы мы ожирением страдали. И все будет в шоколаде. Правильно? Как в Амире, где уже одни колобочки ходят. Так, ребят, значит, что хочу вам сказать еще. Значит, по огню, средний огонь делаем. Вначале, конечно, на всю катушку разогреваем масло, либо жир. После уже делаем средний огонь и жарим. Буквально одна сторона жарится в самом начальном этапе 2 минуты. Сейчас, наверное, вообще за минуту оно все пожарится. Масло разогрелось, поэтому... Вот еще сформировали. Но тут вот сколько? 5. В общем, несчастливое число получается. 13. Тут 5. Тут 3. И... Вот тут у нас 5. Сейчас они подостыдут, и мы снимем оконцовку видео. Потому что сейчас они горячие. И снимать их... Пробовать сейчас нет смысла. Даже тарелка вам горячая снизу. Ну, вот такая красота получается. Так, что еще вам рассказать, ребята? Перемещаемся вот сюда. Там и так вот хлеб на холодильнике. Храним. Уберу хлеб. Уберу хлеб. Закрою дверь. То сквозняком гоняет эту дверь. Так, ребят, что хотел вам сказать еще? Значит, у нас еще есть на канале не только рецепты, как, допустим, делать на плите что-то. А есть еще рецепты, как делать в мультиварке еду. Значит, если вы еще себе мультиварку не приобрели, ребята, рекомендую ее прикупить. Чуть позже объясню как. А также у нас есть еще рецепты по редмонду. Ой, по... По блендеру, да. Как делать коктейли, смузи. Ну, в общем, сейчас давайте расскажу вам о мультиварке. Мне так неудобно стоять. Поэтому сейчас за клетку перемещаю обратно. Можешь достать мне ее? И на стол поставить? То мне еще, ребятам, надо рассказывать минут пять что-то. Вот. Так. Ставим мультиварку. Ставим стул. Присаживаемся поудобнее. Пока котлеты жарятся, я сейчас вам расскажу про мультиварку. Значит, вот этот вариант котлет мы с тобой снимем на пару, да? Да. Ребята, значит, вот этот вариант котлет мы еще снимем, как делать на пару мультиварку. Значит, мультиварка мы пользуемся уже больше года. Больше года пользуемся. Так, что ты там делаешь? Переворот, да? Закрываем. Пользуемся мы больше года мультиваркой. Значит, ребят, если вы не купили еще такое чудо-устройство, чудо-прибор, не пожалейте денег, купите. Значит, за нее мы отдали 5400 в рублях. Фирма Redmond. Это не реклама, нам никто за эту рекламу не платит. Я просто делюсь, мы просто делимся с вами нашими впечатлениями. Значит, купили мультиварку для того, чтобы снимать для вас новый контент по мультиварке. Значит, выбирали мультиварку, ну, как обычно. Пришли в магазин быть техники, смотрели, смотрели, смотрели. На кармане у нас было 6000 рублей, ну, в общем, хотели купить, ну, смотрели разные варианты. Были мультиварки по 2, по 2500, по 3000, но там были какие-то неизвестные фирмы, поэтому мы не рискнули покупать неизвестные фирмы, а купили ту, о которой мы слышали. Это реклама в интернете, по телевизору раньше была, сейчас реклама меньше, но зато мы знаем, что есть такой Redmond. В общем, были Redmond и подороже, и по 8000, и по 7000, но у нас денег, в ограниченном варианте были, 5-4, ну, 6000 всего. Вот эту взяли, мультиварочку, взяли, купили и поставили туда на холодильник, она стояла примерно месяц. Там, ну, и думаю, зачем мы купили ее, для чего, что в ней готовить, если все можно приготовить на сковородке, пожарить, сварить нас в кастрюле. Ребята, значит, первый режим мы испробовали, плов, вот он, ребята, я просто не поверил. Сделали все по рецепту, делается все легко и просто, вот сюда вот все накидывается, вот сюда, в чашу. Мясо, морковка, рис, заливается водой, потом накрывается крышкой, выставляется режим плов, 1 час и реально плов готов. Я тогда вообще удивился, попробовали плов, плов очень классный. Рекомендация на этот рецепт сейчас появится, вот здесь вот, можете нажать и перейти на это видео, посмотреть. Ребята, в общем, в каждом видео мы рассказываем про мультиварку, потому что нам надо видео дописывать, чтобы оно было хотя бы минимум 8 минут. Ребята, переходите в плейлист, обязательно посмотрите эти рецепты, купите себе мультиварку, ну, любой фирмы, это ваша уже, это не реклама, как хотите, но мы брали Redmond фирму, это модель RMC N38 перед выбором мультиварки, обязательно, если это фирмы, обязательно зайдите на официальный сайт и посмотрите, есть ли эта модель в рецептах. У нас оказалось так, что этой модели почему-то в официальных рецептах нет, поэтому имейте ввиду, вот такой вот лайфхак перед покупкой. Ребят, настало время пробовать котлеты, поэтому будем с вами прощаться, ставьте свои лайки, пишите комментарии, всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова